Здравствуйте, Мафтар Кабулыч. Я вновь обращаюсь к вам с просьбой опубликовать мое обращение к общественности Казахстана. Здравствуйте, уважаемые казахстанцы. Вы наверняка помните недавнее мое обращение к Генеральному прокурору Республики Казахстан. До этого обращались инвалиды по зрению к президенту Республики Казахстан. Что удивительно, до сих пор никакой реакции ни от Генеральной прокуратуры, ни от президента. Единственное, что произошло, это арестованного Аубакирова, инвалида первой группы, тотально слепого человека. Апелляционный следственный суд принял решение перевести Аубакирова на домашний арест. На сегодняшний день он вышел со следственного изолятора. И это произошло только потому, что действительно мы указали на незаконность, ссылаясь на приказ министра МВД. В котором действительно инвалид первой группы, который нуждается в посторонней помощи, не может находиться в колониях или в тюрьмах без посторонней помощи. А это означает, что вместе с инвалидом нужно посадить невиновного человека, чтобы он ухаживал за этим инвалидом. Именно поэтому и знал такой приказ. Теперь, что касается остального. Произошел правовой беспредел. Казалось бы, после этих обращений должны были, хоть прокуратура, администрация президента, проверить изложенные факты хищения государственных средств в Казахском обществе слепых и общественном объединении неунувающих инвалидов. Но этого не происходит. Интересно, почему при конкретно изложенных фактах не проверяют эти общественные объединения? На мой взгляд, здесь причина одна. Если действительно расследуют факты хищения, это сдетонирует всю коррупцию не только в сфере социальных программ, но и во всех отраслях нашего государства. Поэтому органы власти, которые не хотят, чтобы народ узнал о масштабах хищения, до сих пор не хотят расследовать эти преступления. Зато они пошли на действительно правовой беспредел. И сегодня, если у Бакирова перевели на домашний арест, сегодня, несмотря на этот приказ, хотят меня арестовать. И арестовать хотят меня в Толгарской прокуратуре. И это все происходит по воле председателя казахского общества Слепых Наурзбаева. Ну, наше государство дошло до того, что уже исполняют волю просто даже не государственного чиновника, а просто хорошего вора, который ворует государственные средства. И я вполне себе отдаю отчет, что я не говорю просто так, а знаю конкретные факты, и они должны быть проверены. В этом, чтобы меня арестовать, есть конкретные мысли. Если я буду арестован, то появится возможность избавиться от гласности. Некому будет говорить о хищениях в этой отрасли. Именно по этой причине, несмотря ни на что, хотят меня арестовать. И вполне возможно, что я завтра буду арестован. И я знаю прекрасно, что нет никаких оснований в прокуратуре меня арестовывать. Тем более расследовать какие-то уголовные дела. Это все незаконно. Я это всегда могу доказать. Ну, что бы я не мог доказать, меня хотят действительно изолировать. Здесь есть еще одна причина, почему меня хотят арестовать. Дело в том, что ведь в госзакупках участвует не только общественное объединение, но и другая сторона заказчиков, где государственные служащие. Поэтому и они полностью заинтересованы, чтобы расследования не было. То есть, у нас коррупция системная. Эту систему сломать не так-то просто. Теперь я хочу сказать. Народная мудрость. Говорят, если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой. В настоящее время действительно из-за наших жалоб политика занялась нами слепыми. И вот получается, они ничего не боятся. Конечно, сравнить с Российской Федерацией, где незаконно арестовали Навального. Арест наших слепых, по сравнению с тем фактом, это вообще, считайте, что никакой сенсации. Поэтому я вполне уверен, что даже после моей передачи, после моего обращения, не посмотрят и меня арестуют. Я хотел бы сказать в этом отношении следующее. Наше государство вынуждает нас, инвалидов, заниматься политикой. И я уверен, если мы начнем сейчас заниматься политикой, то наша страна опять окажется впереди планеты всей. Так как рано или поздно слепые граждане станут диссидентами. И наше государство приобретет слепых диссидентов. Вот к чему мы идем. И я уверен, если все будет продолжаться так же, как сейчас, то к этому результату мы придем. И что мне еще хотелось сказать. Естественно, воровство в госзакупках имеют такие масштабы, что рассказывать о них надо несколько передач. Поэтому я сегодня на этом заострять внимание не буду. Но приведу один факт. Вот арестовали, когда Аубакирова. Он бывший руководитель, который руководил 30 лет казахским обществом слепых. Он достаточно грамотный человек, доктор экономических наук. И он был осужден за якобы продажу объектов казахского общества слепых ниже ее стоимости. И уголовным делом была охвачена вся его деятельность по продаже с 2002 года. А вот объект продажи зданий, если их можно назвать здания, это Бараков пионерского лагеря, оно произошло в 2005 году. То есть этот объект был уже рассмотрен в рамках того уголовного дела. И по этому объекту не нашли состава преступлений, так как земля находилась в собственности государства. А стоимость этих Бараков на этой земле, она не имела никакой стоимости. Поэтому купивший человек, уже купив, после этого оформил собственность эту землю. И получил кредит, и за это должен отвечать тот человек, который купил, а не тот, который продал без стоимости эти Бараки. Ну, тем не менее, есть еще один факт. Допустим, Аубакирова осудили по незаконной продаже по заниженной цене типографии казахского слепых, которые находятся в центре города Алматы. Эта типография была продана по стоимости трехкомнатной квартиры. Тогда как экспертиза показала, что она стоит 360 миллионов тенге, а в реальности она стоит около миллиарда тенге. И главное, продажа этого объекта как раз-то был виновен Наурзбаев. В то время членом президиума был Наурзбаев. Президиум вынес решение о продаже и даже с указанием цены. И потом, в 2001 году президиум вынес решение поставить на пленуме. В Караганде в 2002 году на пленуме президиум вынес постановление о продаже. И пленум согласился. При этом Аубакиров не был ни членом правления, ни членом президиума. И какая же вина тогда Аубакирову по продаже этого объекта? Этот объект продал Наурзбаев. Это была его инициатива. Он, оказывается, в то время был директором. И даже сначала сдал этот объект в аренду на 49 лет. А затем по очень такой стоимости низкой продал. И поэтому за этот объект уголовную ответственность должен был нести Наурзбаев. А его понес Аубакиров. И вот много таких вещей, о которых можно рассказать. И это займет несколько передач. Если я не буду арестован, то в ближайшее время я всю эту ситуацию расскажу. Но самое главное, я думаю, наша страна стоит перед тем, что наша страна, если она незаконно арестовывает сегодня и незаконно заводит уголовные дела в отношении инвалидов, эта страна не имеет будущего. И я вам твердо скажу, если мы начнем заниматься политикой инвалидов, то действительно уже наступит та ситуация, когда поднимется вес народа. И именно поэтому я хочу, чтобы общественность знала, что я в любом случае, если даже меня арестуют, я найду способы и все равно буду говорить правду о хищениях. И рано или поздно эти хищения будут расследованы и раскрыты все преступления, и виновные будут доказаны. Я благодарю вас всех за то, что вы меня услышали. В прошлый раз мое обращение смотрело около 40 тысяч просмотров было. Было много комментариев. Я надеюсь, что и в этот раз комментарии будут. И похоже, что мы, нас, инвалидов, заставляют идти в политику. Я не прощаюсь с вами. Надеюсь, что я еще сделаю передачу. Спасибо. Спасибо.